Екатерина Константина Нагусева Биография Екатерины Гусевой сопровождалась чемоданным образом жизни. Собственной квартирой семейство обзавелось не сразу, а до этого колесило с огромными баулами от одной бабушки к другой. У девушек остались теплые воспоминания о таких цыганских хачеваниях. Где бы они ни оказались, везде их сестренка окружала забота и любовь. В детстве отец Екатерины занимался хоккеем и играл на скрипке. Именно эта скрипка сопровождала Катину героиню в качестве реквизита нашумевшего культового сериала «Бригада». Гусева уже в 4 года стала посещать секцию художественной гимнастики и даже состояла в группе резервной сборной СССР. Успела поучаствовать в соревнованиях, затем увлекалась фигурным катанием и даже плаванием. В средней школе Екатерина Гусева занималась в танцевальном кружке грузинского национального ансамбля в составе коллектива «Колхида». Выступала на сцене Большого театра и ездила в дальние гастрольные туры. Екатерина была воплощением образцовой школьницы. Длинная, массивная коса, опрятный внешний вид, ладная фигура. При росте в 167 см вес девушки составлял 49 кг и хорошие оценки. Точные науки никак не желали закрепляться в памяти девушки, что дало поклонникам возможность приблизиться и подружиться с прилежной ученицей. Одноклассники помогали ей решать замысловатые задачки и разъясняли некие уравнения. К окончании школы Екатерина Гусева определилась с последующей профессией и решила получить образование в биотехнологическом институте, где уже успела пройти годовые подготовительные курсы. Однако на одном из школьных представлений жизнь девушки кардинально изменилась. В промежутке между переодеваниями к новому эпизоду Гусева была в преддверии новой феери. По завершении вечера к Екатерине подошла помощница Симонова и предложила талантливой девочке попробовать поступить в театральное училище имени Щукина. За несколько дней Екатерина выучила несколько произведений, басню, монолог и стихи и в нужный день предстала перед приемной комиссией. С отбора ушла, широко распахнув дверь, поступила. Известие о внезапном поступлении в актерское учебное заведение привело родителей в недоумение. Мама даже заплакала, но спустя некоторое время Тамара Михайловна восхищалась любимой дочерью из зрительного зала. Позднее после смерти Симонова, наставника актерского курса, где училась Гусева, занятия по актерскому мастерству вела Валентина Николаенко, получившая всесоюзную популярность после исполнения роли Яримки в комедии «Свадьба в Малиновке». В театре Марка Розовского успешно выступала около четырех лет и успела поучаствовать в спектаклях. Романсы с Обломовым, Бедная Лиза и Катерину Гусеву оценили по достоинству и предложили временно перебраться на Северный полюс и участвовать в легендарном мюзикле «Норд-Ост» вживаясь в роль Кати Татариновой. Кто бы отказался от такого предложения в начале карьеры, не отказалась и Гусева. При подготовке к мюзиклу брала уроки музыкальной грамоты и профессионального вокала, девушка освоила мастерство пения всего за два года, тогда как курс рассчитан на пять лет. Северный полюс встретил Екатерину Гусеву температурой минус 40-45 градусов. По приезду актрису приодели в специальную термостойкую одежду и предупредили, чтобы не подходила к краям льдин. При повышении температуры даже на несколько градусов они начинали таять и становились и вовсе хрупкими. Екатерина быстро акклиматизировалась и уже в скором времени наравне с другими участниками пела «40-градусный мороз». Данный факт удостоили чести в родной стране и внесли соответствующую запись в Книгу рекордов России. Тогда в Норд-Осте артистка играла практически ежедневно. В 2002 году чудом избежало страшного теракта на Дубровке, так как попросту отсутствовало по случаю заслуженного выходного. Еженедельно, кроме стандартного выходного понедельника, каждый участник имел право взять еще один выходной. В среду, 23 октября 2002 года, Гусева воспользовалась этим правом, что стало невероятным везением. В 2003 году роль, исполненная Екатериной, удостоена номинации «Лучшая женская роль» национальной театральной премии «Золотая маска». В это же время выходят первые диски с записью песен в исполнении Екатерины Гусевой «Норд-Ост», «Избранная» и «Семь подарков к Рождеству». Актриса выпускает также романсы в дуэте с Леонидом Серебренниковым. В 2007 году Екатерина Гусева порадовала поклонников первым сольным альбомом под названием «Может быть получится». Вскоре показы мюзикла закончились и Катя вошла в состав театральной труппы Театра Моссовета, где состоит и по сей день. Последовала серия замечательных спектаклей, где Гусева перевоплотилась в героиню Флореллу в постановке «Учитель танцев», Стеллу в пространстве Теннесси и другие. В 2006 году Екатерина вспомнила былые времена и вжилась в роль искусной фигуристки в паре с Романом Костомаровым для проекта «Звезды на льду». В 2004 году актриса приняла участие в откровенной фотосессии фото голой Екатерины Гусевой украсили страницы журнала мужского формата под названием «Максим». В 2011 году, спустя полгода после рождения дочери, актриса повторила фотосессию для популярного издания. В середине 2000-х годов актриса получила роль красавицы в мюзикле «Красавица и чудовище», а также вошла в основной актерский состав музыкального спектакля «Звуки музыки». В октябре 2012 года поющая актриса становится Екатериной Второй в очень популярном мюзикле «Граф Орлов». После выступления в театре «Опереты» фильмография Гусевой стала активно пополняться и в скором времени насчитывала более 50 фильмов. В 2009 году актрисе и певице присвоено звание заслуженной артистки России. В 2012 году Екатерина Гусева стала ведущей участницей юбилейного концерта солиста группы «Любэ» Николая Рассаргуева, в котором спела в дуэте с маэстро хит под названием «Долгая вместе с группой Непоседы музыкальную композицию чудесней всех историй». На 60-летие певца, которая праздновала с начала 2017 года артистка, вновь выступила с песней «Долгой». В 2013 году артистка снялась в комедийном клипе «Доктора и учителя», где примерила на себя форму соблазнительной медсестры. Карьера Екатерины Гусевой развернулась в 1997 году, когда она окончила актерский курс, получила диплом, а вместе с ним и первую роль в кино. Фильмография Гусевой стартовала ролью в триллере «Змеиный источник», где главные роли принадлежали уже состоявшейся звездам кинематографа Ольге Остроумовой и Евгению Миронову. После чего Екатерина получила предложение дополнить коллектив труппы театра «Уникитских ворот». В 2002 году снялась в прогремевшей на всю страну и ближней зарубежьей бригаде с Сергеем Безруковым, Дмитрием Дюжевым, Павлом Майковым, Владимиром Товиченковым, Андреем Паниным в главных ролях. После работы в культовом сериале девушка получила предложение от создателей проектов «Интимная жизнь», «Севастьяна Бахова», «Ищу невесту», «Бесприданного» и многих других. В мелодраме «Прогулка по Парижу» Гусева снялась вместе с собственным сыном Алексеем. В 2012 году актриса появилась в боевике «Бригада наследник», где главную роль сыграл Иван Макаревич. Личная жизнь Екатерины Гусевой сложилась еще в далеком 1996 году, когда девушка стала женой известного бизнесмена Владимира Абашкина. Супруг причастен к деятельности актрисы, его фирма «Бэйс Бьюти» занимается созданием разнотипных декораций. Под конец 1999 года Катя родила мужу сына, которого назвали Алексеем. Спустя 19 лет родилась дочь Анна. Интересно, что сын унаследовал фамилию отца, а вот дочке досталась звездная фамилия матери. Сегодня Екатерина Гусева и Владимир Абашкин живут в стабильных, налаженных взаимоотношениях. Однако супруг не перестает подшучивать, что его авантюрная жена – причина его седины. По примеру супруги, Владимир получил театральное образование, выучился на режиссера. Актриса ведет собственный аккаунт в Инстаграме. У Екатерины Гусевой есть также персональный сайт с анонсом фильмов, выступлений и спектаклей с ее непосредственным участием. На этом собственная биография столь замечательной актрисы подошла к концу. А вы ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока!